Юэфо Юэфо остались незыблемыми. Это по-прежнему тактическая пошаговая стратегия, выполненная в инопланетном, в данном случае марсианском сеттинге. Начав колонизацию Красной планеты, наши подопечные сталкиваются с ожесточенным сопротивлением местных жителей. Ну а мы развиваем уже отстроенную базу, постепенно захватываем территорию, добываем ресурсы и стараемся сделать из Марса некое подобие Земли. Для этого предназначена одна из основных новых фишек игры — терраформинг, то есть динамическое изменение ландшафта. Впрочем, если в других играх терраформинг использовался как инструмент для достижения различных целей, то здесь он скорее является рутинным процессом, не дающим особых преимуществ, кроме захвата территории. Развитие же собственной базы происходит за счет проведения многочисленных исследований, разделенных по типам. Отрадно, что разработчики уделили необходимое внимание персонажам. Все они обладают подробной биографией, особыми навыками, а их заслуги записываются в особый журнал. Кроме того, за участие в сражениях персонажи получают опыт и развиваются в соответствии со своей специальностью. Радует обилие всевозможного вооружения — от циркулярной пилы до тяжелых плазмометов. Пошаговые бои вполне в духе серии. Победа зависит не только от избранной игроком тактики, но и от психологического состояния бойцов, уровня их скиллов и, увы, от не всегда нормально себя ведущего искусственного интеллекта. Наши подчиненные стреляют друг другу в спины, бросаются с циркуляркой на тяжело вооруженных роботов и совершают другие подобные глупости. Обидно. С другой стороны, можно взять любой юнит под личный контроль и попытаться исправить ошибки, совершенные железным болваном. Весьма неоднозначные впечатления вызывает графика, да и вся атмосфера. В отличие от предыдущих частей, напрочь сгинула атмосфера страха. Все веселенькое, несерьезное, мультяшное. Некоторые эпизоды оказываются откровенно комедийными. Явные минусы заключаются в довольно слабом искусственном интеллекте, подчас неадекватном поведении наших подопечных, кривоватой камере, несбалансированном оружии и неграмотно построенном интерфейсе. В нагромождении разнообразных меню запутаться очень легко. Определенные нарекания вызывает и система повреждений. Даже в самых старых играх при стрельбе по кислородным баллонам скафандра происходил взрыв. Здесь же такой финт не пройдет. В общем и целом, получилась довольно неоднозначная игра. Абсолютно непонятно, почему Синега решила превратить серьезную тактическую серию в мультяшно-кукольную комедию. В то же время внушает уважение обилие исследований, довольно приличный микроменеджмент и широкие возможности боевой части.